Стойкость. Мой год в космосе Прошлой осенью, сразу после издания книги на русском языке, она практически сразу оказалась у меня в руках, о чем я нисколько не пожалела. 27 марта 2015 года Роскосмос совместно с НАСА отправили в годовую экспедицию космонавта Михаила Борисовича Корниенко и астронавта Скотта Келли. Миссия прошла успешно, и экипаж благополучно вернулся на Землю 2 марта 2016 года. У Скотта Келли есть брат-близнец Марк, который также стал астронавтом, и когда кандидатуру Скотта Келли утверждали в эту годовую экспедицию, он сам предложил использовать их с Марком в качестве подопытных для сравнительного исследования. Эта идея очень понравилась в НАСА, и когда кандидатура была утверждена, многие посчитали, что это и стало решающим фактором его назначения в этот экипаж. Но на самом деле это не так. Мы живем в то время, когда нам предстоит освоение дальнего космоса. Человек вернется на Луну, полетит на Марс, и космические агентства не смогут это сделать, пока не укрепят самое слабое звено в этой цепочке, от которого зависит успешность всей миссии, а именно разум и тело человека. И Скотт Келли признается, что я провел год в космосе, пытаясь ответить на часть вопросов, как выжить в таком путешествии. Большое внимание в своей книге Скотт Келли уделяет работе в России и с русскими, и честно признаюсь, эту часть мне было читать интереснее всего. В мае 2000 года он приезжает в Звездный городок в качестве представителя космического центра имени Джонсона. Это было начало строительства МКС, и Роскосмос совместно с НАСА готовили интернациональные экипажи для работы на станции. И Скотт Келли пишет, что ему очень понравилась эта работа, он отлично там прижился. Иногда было трудно решать вопросы между русскими и американцами, это разные языки, разные технологии, разные представления о том, как летать в космос. Но пишет, что те русские, с которыми я познакомился, мне очень понравились, я действительно проникся их культурой, историей, всерьез заинтересовался, и это стало надежным фундаментом для нашего будущего сотрудничества на МКС. У автора часто спрашивают, ну как вы ладите, как вы уживаетесь с русскими? И когда он отвечает без проблем, ему кажется, что ему не верят. И дело здесь в тех сложившихся стереотипах о наших странах, наших народах, но и в тех непростых взаимоотношениях между нашими странами, которые сложились в последнее время. Скотт Келли подчеркивает, на МКС нет политики, мы одна команда, мы одна космическая семья, и мы делаем одно общее дело на благо всего человечества. Если возникнет нештатная ситуация, я уверена на 100%, что мои русские партнеры приложат все усилия, чтобы спасти мою жизнь, и мы сделаем для них то же самое. По всех русских космонавтах, с которыми ему довелось работать, он отзывается очень положительно, говорит, что это действительно профессионалы в своей работе. Недаром своего коллегу по годовой экспедиции Михаила Корниенко он называет «Мой русский брат от другой матери». Эта книга учит стойкости, мужественности, ответственности, целеустремленности. Она учит ставить перед собой все более сложные задачи и решать их. Она учит доверию, взаимопомощи, работе в команде, быть частью команды, ведь именно командная работа делает мечту реальностью. Она учит быть благодарными за все то, что у нас есть. Как говорит сам автор, в мое личное открытие нет ничего прекраснее воды, и я никогда больше не буду воспринимать воду как данность. Одной фотографии нет в моем компьютере, но я буду помнить ее всегда. Это вид из иллюминатора «Союза», в котором Сергей, Миша и я отчаливаем от Международной космической станции. Мы оглядываемся, и я знаю, что никогда не увижу это место, где прошло больше 500 дней моей жизни. Пока я жив, ничего подобного в моей жизни уже не появится, и я всегда буду благодарен судьбе за то, что участвовал в истории МКС. И это доказывает, если преисполниться решимости сделать трудное дело и работать сообща, мы можем все, в том числе справиться с проблемами здесь, на Земле. Скотт Келли. Стойкость. Мой год в космосе. Рекомендую. Продолжение следует.